Друзья, всем привет! С вами Роман Ястреб. Сейчас очень много людей, они задают вопросов Слушай, ну, макбуки такие ценные, вообще сейчас нереальные. Так вот, если вы сейчас стоите перед выбором, у вас есть определенная сумма денег, к примеру, 90-100 тысяч рублей, и вы сейчас метитесь между выбором, например, макбук Pro 15-дюймовый, ну, там, 4-5 летней давности, макбук 13-дюймовый нового поколения, на последнем поколении процессоров, или игровой, ну,утбук какой-нибудь за 90-100 тысяч рублей. Тогда это видео для вас. Поехали! Винду, либо мак. Ну, чё ты шумишь? Ты скачиваешь, скачать не можешь. Чё ты так шумишь? Ну-ка, сейчас я тебя отключу. Я аж испугался. Даже вставиться не может. Ну, что это такое? Ну, вот что это такое? Вот я что должен там думать, смотреть? Куда там это? Да вы чё, ё-моё! В общем, выполняется установка, он ничего не может установить. Я фиг его знаю, чё тебе надо. Вот копаться, разбираться, почему ты не можешь загрузить Windows. Сейчас ты запустишь мне этот Windows новый, и чё-нибудь система слетит. Блин. Винда, она и в Африке винда. Он не может скачать обновление. Вот он встал, и всё. Уже два раза я перезагрузил, потому что он обновление то может установить, то не может установить. То ошибка загрузки. Вот это вот типичная хрень с виндой. Вот типичная хрень. Вот чем больше я покупаю и смотрю Windows, тем больше мне нравится MacBook. Ну, вот тут поклонникам Apple просто невозможно не стать по macOS. Почему нельзя сделать нормальное закачивание обновлений? Почему нельзя сделать нормальные все уведомления? Почему, когда ты ушёл, у меня сейчас в ждущий режим, на перерыве ты у меня начинал сдавать какие-то звуковые сигнали? Ты же в ждущем, я тебя закрыл, какие-то звуки мне там выдаёшь. А если я спать лёг? А если у меня ребёнок спит? Почему я должен настраивать, копаться где-то что-то? Я, мать его, закрыл ноутбук. Всё. Я хочу забыть про то, что ты мне что-то там будешь писать. Почему у MacBook это сделано на отлично? На виде это надо что-то настраивать. Вот этой вот порнографией надо заниматься. Вот я не понимаю. В определённом возрасте, ну, прикольно учиться, копаться и так далее, и так далее. Ну, блин, ну, в определённый момент ты устаёшь от этого. И ты просто хочешь нажать на кнопочку «Обновить систему» и пойти заниматься своими делами. Нет, у тебя обновления функции версии 18.03 скачались, а вот обновления 17.09 для компьютеров на процессе с кодом KB4462930 не имеют у тебя возможности скачать, потому что выдаётся какая-то ошибка. Я не хочу, конечно, наговнить, но вот это вот, вот эти нюансы, ребята, они очень сильно бьют по тому, а потом удивляются. Зачем вам MacBook? Почему вы покупаете MacBook? А как тут не купить MacBook? Я его купил новый, с коробки, он тормозит. Потом, ладно, я подождал, пока он настроится, уже меньше тормозит. Потом мне начали всякие уведомления от всех, по сути, программ. Я сижу, их отключаю, я сижу, вот этой вот, в порнографии занимаюсь. Сейчас скорость вращения вентиляторов 3700. 3700 в момент, когда ты качаешь обновление. Я помню, когда у меня на MacBook, у меня их, причём, вообще даже не слышно, на 2500 их вообще не слышно. Максимальная загрузка вентиляторов. Температура процессора упала сразу с 70 до 53. По 6000 оборотов эти два компьютера в режиме покоя. Они ничего не делают. У них нет никаких, у них просто открыт рабочий стол. Тишина, штиль. Крутится, вертится два кулера на 3500 оборотах. Чё ты там делаешь, я не понимаю. Ну, окей. Я сейчас продал свой MacBook. Кто заметил, здесь уже сейчас горит яблочко. А в новом поколении MacBook не горит яблочко. Так я вот, в общем, продал свой MacBook, потому что Apple выпустила новость уже на официальном сайте, что с конца ноября, то есть с конца этого месяца, она начнёт продавать MacBook на графике Vega 16, Vega 20. Супер. Если раньше MacBook обновлялись раз в три года и так далее, сейчас два раза в год. Apple супер так держать, чтобы вообще люди не покупали ваши MacBook. Так вот, сейчас я попробую помочь людям, которые выбирают MacBook. И зачастую стоит выбор, если у человека 90-100 тысяч рублей, у него зачастую стоит выбор, слушайте, ну, что же лучше взять, что же лучше взять, особенно если у него не было MacBook. Так, в общем, я продал свой MacBook и взял у друга погонять MacBook Pro 5-летней давности. Кстати, знаете, как у друга отжать MacBook? Говоришь, слушай, друг ты или чёрт? И всё. И вам дают. Говорят, слушай, можешь пользоваться хоть до 2020 года. Шучу, 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 шучу. Паша, я скоро верну твой MacBook, не переживай. В общем, этот MacBook имеет 4-е поколение процессоров i7, 8 гигабайт оперативной памяти, 650 M NVIDIA видеокарта на 1 гигабайт. В общем, я сейчас на нём начинаю работать в Final Cut, и это, конечно, ужас. Ребята, это тихий ужас. Если вы хотите брать что-то для графики, то сразу нет. Этот выбор вам не идёт. Одно дело, когда ты обозреваешь, а другое дело, когда ты свой продаёшь, начинаешь работать. Да, простой 4К формат видео он потянет. Но, привожу вам простой пример. Я снимаю на Panasonic, я вывожу в 4К, 30 кадров в секунду, кидал на свою прошку 2017 года в максимальной комплектации, и в реальном времени делал цветокоррекцию, добавлял эффекты, титры, 3D и так далее, и так далее. И он у меня всё воспроизводил. Ну, там, иногда подтормаживал. Закидывая на этот ноутбук, он у меня даже 4К в Final Cut не может воспроизвести без тормозов. Даже просто воспроизвести. Я не говорю уже без, там, это, с учётом цветокоррекции и других этих. Ну, то есть, он безумно лагает на Mojave на этот 10-14. Может быть, это Mojave так лагает. Но работать с 4К очень некомфортно. То есть, если вы хотите себе купить 5-летний MacBook, и при этом хотите работать с любой графикой, анимацией и тому подобное, с фотошопом, нет, 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 нет. Ваш выбор однозначно 13-дюймовый нового поколения. Нового поколения всё-таки процессоры очень шустренькие и хорошие. Вот. А вот для комфортной работы всё-таки 15 дюймов я по-прежнему считаю самый такой оптимальный. И MacBook небольшой, и экран большой. Много информации вмещается. Так вот, вот этому MacBook 5 лет. Некоторые выбирают его. Его до сих пор покупают, потому что не все работают с графикой. Кто-то работает с программированием, кто-то работает с веб-дизайном и так далее, и так далее, и так далее. То есть абсолютно под разные потребности. Айтишники. Ну, данного человека это MacBook-айтишник, поэтому он говорит, да мне и не нужны высокие мощности в виде ядра, потому что я этими не пользуюсь. Поэтому это нормально. Есть 13-дюймовый MacBook, и люди зачастую задаются вопросом. Слушай, ну, Роман, 13 дюймов вообще ни рыба, ни мясо. Во-первых, маленький экран, во-вторых, там, ну да, последнее поколение процессоров. Ну, двух-четырёхъядерный, хорошо. Но всё равно не такой мощный. Всё равно, да, 2018 год, четырёхъядерные процессоры мощные, хорошие и практически сравнялись по производительности с 15-дюймовыми. Вот. Но всё же, если вот стоит такой определённый выбор, и вам очень важна такая, ну, можно сказать, производительность, то тут я попрошу сразу обратить внимание на технические характеристики компьютера, а не на Apple, не Apple. Всё-таки, если я бы выбирал для себя компьютер, который мне нужен был по производительности высокий, я бы посмотрел на технические характеристики. Я зашёл на сайт очень популярного магазина, который представлен во всех регионах России, а не только там в Москве или в Питере, потому что, когда там, я даже смотрю некоторые обзоры, когда там показывают, ну, вот, можете купить. А то, что нет этих магазинов, нет там гарантии, и в другой регион, пока он доедет, как он доедет, там, с почтой и так далее, и так далее, если что-то случится с этим компьютером, что мне с этим делать, ну, то есть, есть определённые моменты, не все готовы брать риск, там, заказывать из Москвы, и это нормально. Вот, поэтому я посмотрел на популярном сайте, нашёл определённый ноутбук за 90 тысяч рублей, и сегодня я хочу вам рассказать про этот ноутбук, потому что у нас сегодня будет Acer Nitro 5, или, я не знаю, Nitro 5, не Nitro 5, с названиями у них, ой, тут долгое название, а N515, в общем, не суть. В общем, этот Nitro 5 имеет i7, 16 гигабайт оперативки, самое последнее поколение, естественно, здесь шестиядерный процессор, NVIDIA GTX 1050 Ti, 1 терабайт HDD и 256 SSD. У этого ноутбука Full HD разрешение, поколение, кстати, i7, какого именно, это 8750H, сейчас мы ещё проверим с коробкой, точно ли это 8750H, да, всё верно. 15,6 размер дюймов, 90 тысяч рублей, то есть за 90 тысяч рублей вы можете купить либо вот эту вот машинку, а это мощная, кстати, машинка, это серьёзный-серьёзный такой конкурент, или макбук самой минимальной комплектацией, там, за 90 тысяч рублей. Так вот, у этого ноутбука 5 из 5 звёзд, хотя голос, всё голосование было 4 человека, но ничего страшного. В общем, этот ноутбук очень мощный по сравнению с тренажками, вот. В принципе, почему мне не очень нравятся Windows ноутбуки? Да, ребят, тут всё просто вот этот подход, вот к этим мелочам. Знаете, есть хорошее выражение, бог в мелочах, а дьявол в крайностях. Вот не надо мыслить из крайности в крайности, но мелочи, они очень приятные. Вот в макбуках эти мелочи просчитаны, но всё же. Apple в этом году переходит все границы, и особенно по ценам, да, они начинают зажираться по деньгам, и несмотря на то, что я являюсь поклонником Apple, нужно отдать должное в первую очередь Стиву Джобсу, который у меня сейчас, кстати, на столе стоит. Это его больше философия, и его вот это вот, как бы, детище. А вот то, что сейчас делает Тим Кук, вот всё в деньги, 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 да, я понимаю, но, как бы, жадность фраеров сгубила. Я почему её не распаковывал, да потому что хочу показать вам, вот, ну, какой, какая коробка изнутри, и свои первые впечатления, потому что они не поддельные. Ну, вот коробку, блин, вот сразу видно, что это какая-то универсальная коробка на 50. Ой, какой же ты тяжёлый, жесть. Как ты тяжело вытаскиваешься. Так, что тут у тебя ещё? Здесь у тебя инструкция асеровская. Ещё какая-то запечатанная инструкция, она будет запечатана всю жизнь, наверное. Простой картон. Блок питания. Стандартный, вообще ничего, много лет ничего не меняется у всех производителей. Вот ничего. Вот эти мелочи как раз и отличают Apple от многих остальных компаний. Ну, во-первых, он выглядит как геймерский ноутбук. Выглядит, сразу говорю, он классно. А вот насчёт веса, я думаю, он будет тяжелее. Но, прям. Сзади выглядит как Lamborghini. Ну, то есть, супер. HDMI, Type-C, LAN вход и SD-карта. Так, а здесь у нас USB 2.0, USB 2.0. Тьфу, деревня вообще. Вот это деревня. Блок питания и наушники. USB 2.0. Ну-ка, если откроется как MacBook одной рукой. О, нифига себе! Асер, ну клёво! Молодцы! Супер! Одной рукой, смотрите-ка. Одной рукой открывается. И ничего... Вот это вот было, кстати, большинству ноутбуков была эта проблема. Ну, можно сказать, у вас практический MacBook. Но, что тут я могу добавить? Во-первых, красный цвет. Обожаю красный цвет. Обожаю... Вот он добавляет какую-то нотку спортивности. Клавиатура... Прикольно. В цвет, причём красный такой нераздражительный. Так, включили. Отлично. Клавиатура здесь с подсветкой. И подсветка красная. Ну, вот насчёт красной подсветки я тут, ребят, сказать не могу. По поводу красной подсветки... Ну, вроде нет, она такая тёмная, красная. Поэтому тут не будет особо, я думаю, проблем для глаз. Клавиатура подсвечивается красиво. Этот ноутбук поддерживает 5-герцовую сеть. Вот это круто. Вот это круто. Хоть мой гуки тоже и айфоны там поддерживают, но это классно. Потому что, ну... Всё-таки современный мир. И вот это вот... Уже на каждом... В каждом доме по 500 этих Wi-Fi. И всё-таки 5-герцовая сеть, она получше Wi-Fi. Во-первых, ноутбук выглядит спортивно. Вот этот подкарбон. Вот этот подкарбон. Мне нравится стиль. Я теперь понимаю, почему сделали подкарбон. На нём отпечатки пальцев не остаются. Вот. Да, ну, шатается. Ой, у макбука тоже шатается. Вот я люблю обращать внимание на мелочи. А вон там видны провода. Как бы их не перетёрло. А у макбука тоже шлейфы перетираются. Так. Ну вот, смотрите, да. Вот, блин, мелочи, да. Просто вот... Вот я вставил блок. Смотрите. Он шатается. Он шатается с завода. С завода. Я, наверное, уже тот человек, который сказал себе честно, что нет, я лучше буду обладать более-менее чуть-чуть, может быть, устаревшим железом, но это будет макбук, чем у меня будет мощный, крутой игровой ноутбук. Почему? Потому что macOS для меня очень приятно, мне с ней комфортно работать, надёжно работать. Я попользовался и тем, и тем продуктом, для себя понял, что всё-таки macOS и макбуки. Вот. А для кого данные ноутбуки могут подойти? Если бы я сейчас стоял перед выбором... Ну, вот сейчас очень хочу подчеркнуть. Если бы я стоял перед выбором, какой взять компьютер? Вот такой, игровой, да? Или макбук пятилетний, вот такой. Ну, лично бы для себя, я, наверное, бы остановился на третьем варианте, наверное, макбук, но чуть-чуть поновее. Ты чё так шумишь? Ты чё расшумелся-то? Ты же ничего не запускаешь, ты настраиваешь? Ну, ладно, настраивай. Вот. Если 13-дюймовый, то если, повторюсь, если вы не являетесь поклонником макбука, то вот эта машинка идеально подойдёт под своей задачей. Здесь всё-таки 1050Ti видеокарта. И самое последнее, восьмое поколение процессоров шестиядерное. Это серьёзно. Ребята, это серьёзно. Эта машинка уделывает очень многие ноутбуки, и макбуки в том числе. Вот. Поэтому тут такой выбор. Если говорить про... Если вы выбираете вообще новое поколение макбуков, да, там, 18-й год, или особенно на графике Vega 16, Vega 20 ждёте, то... Всё-таки я тоже жду, но я буду брать разумно. Почему? Если за ноутбуки будут ценники 300 и выше, ребята, 300 и выше, тогда в задницу эти макбуки на Vega. Почему? Да потому что проще взять самую простую и начальную комплектацию макбука 2018 на 15 дюймов, там, с шестиядерным процессором, да, там, на 555X или 560X Radeon, и внешне докупить видеокарту. И всё. Чем вот за этой Vega гнаться, там, что-то... Это бесполезно. Это трата времени и денег. Вот. Поэтому это вот... Я принял для себя такое решение. Либо, если вам не нужна внешняя видеокарта, вы пошли купили, там, себе, там, iPad новый, там, прошку или ещё что-то. Если проводить все тесты, то тут даже тестов не нужно проводить, потому что все прекрасно понимают, что вот этот вот ноутбук, он порвёт этот макбук. Вот. Да и даже порвёт, наверное, даже не наверное, а 17-й год. Вот мою прошку бывшую порвала бы. Всё. Он начал шуметь, шуметь. Может быть, потому что качает обновление. Ну, чуть-чуть притормаживает. Не чуть-чуть притормаживает. Окей, ладно. Сейчас надо тебе обновить, перезагрузить, всё посмотреть. Но вот... Я остаюсь при своём мнении. Всё-таки, если вам нужна мощь, берите такой ноутбук. Если вы выбираете между макбуком 13-ти дюймовым. Если же вам не нужна критическая мощь, тогда посмотрите макбук. Потому что вот даже вот эти вот моменты... Вот этот вот колхоз, который ещё и тормозит. Я нажал, появился. Секундная задержка. Ну, то есть, вот у макбука всё-таки тачбад лучше настроен. Да и вообще, вот эта вот синхронизация с macOS. В последние поколения, в принципе, любого там 16-го... Хорошо, 17-18-го года макбуки поддерживают внешнюю видеокарту. И там всё-таки мощные процессоры. Макбуки всё-таки покупают, наверное, не только для того, чтобы делать там мощные задачи. Но ещё, наверное, для себя, для души. Для спокойствия. Вот для комфортного использования. Потому что вот эти вот нюансы, щели... Ну, вот элементарно, да? Вот щель между... О-о-о-о-о, жесть! Щель между монитором и экраном. Здесь я вижу провода, которые у нас... Фиг знает, что с ними будет, когда ноутбук часто открывать-закрывать, открывать-закрывать. Что мне нравится в макбуке? Металлический корпус. Вот этому макбуку пять лет. Пять лет! У него ничего не хрехтит, не брехтит. Вот даже микрофоном поближе. Вот металл. Ну, вот макбук есть макбук. Потому что металлический алюминиевый корпус. У этого, пока он новый... О, нет, пошёл хребчать. Крехтит. Потому что пластик. С алюминием чем ещё хорош? Теплоотдача гораздо лучше. То есть, здесь всё-таки при нагреве пластик не отдаёт такую теплопередачу. И всё, вся надежда на кулеры. Вот выбирайте ноутбук для себя. Нужна мощность? Нужна сила? Тогда, конечно, посмотрите ноутбуки на базе Windows с игровыми видеокартами и с последним поколением процессора. Потому что, ну, по сути, 1050 Ti и последнее восьмое поколение 6-ти ядерного процессора за 90 тысяч. Ноутбук, который не тяжёлый. Который не тяжёлый. Он лёгкий. Да, батарейку будет он держать час-два. Там, ну, может быть, чуть побольше пока новый. Вот. Но всё же, да. Это всё-таки машина для работы с рендерингом. Если руки из того места растут, даже если растут руки не из того места, снесёте систему, установите заново, настроите, и всё у вас будет нормально работать и функционировать. Макбук же это та система, которую не надо настраивать, не надо ничего придумывать. Открыл, и он работает. Поэтому у них, по-моему, даже реклама была, что макбук, они просто работают. Вот. Поэтому, если вы сейчас стоите перед выбором, если у вас есть 90-100 тысяч рублей, и вы выбираете между игровым ноутбуком 13-дюймовым и макбуком пятилетний, наверное, я скажу так уже, что пятилетний уже отметайте. Почему? Всё-таки железо очень сильно выросло за эти годы, и с базовыми даже какими-то потребностями железо не справляется с пятилетним. Ну как? Ну, блин, ребят, ну, элементарно. У меня даже в Final Cut 4K не воспроизводится, да? Я понимаю, что 4K, это как бы не все даже ноутбуки там современные тянут, но процесс не стоит на месте, система всё развивается, всё увеличивается в системных требованиях, и это нужно, нужно апгрейд делать. 15-го года, 14-го года макбуки 15-дюймовые, да, ещё хороши, там, а седьмые, то есть, там, 4-е, 5-е поколение процессоров. Третье поколение процессоров всё-таки старое. Ему уже тяжело. Да, она прекрасно справляется, но ему уже тяжело. Вот. Что касается 13-дюймового макбука, это вот если вы хотите просто макбук, и вы понимаете, что если вам нужна будет видеокарта, то вы купите потом как внешнюю видеокарту. У 13-дюймового только один нюанс, это экран. То есть, даже, да, мощность, процессоры хорошие, но 13-дюймовый экран, это не 15-дюймовый экран. Но всё же там Type-C вы можете вывести на внешний монитор, то есть, это такой момент. И вот эти вот машинки, мощные ноутбуки игровые, кто их берёт? Ну, во-первых, если вы игроман, вот. А если у вас что-то, работа с графикой, с дизайном и тому подобное, то это прекрасный ноутбук. Вот. И вы, например, не являетесь поклонником макбуков, или не хотите изучать macOS. Не, ну небо и земля. Во-первых, уровень яркости разный, а во-вторых, световые оттенки. Здесь белый-белый, здесь белый какой-то жёлто-синий. Вот поэтому покупают макбуки. Вот из-за таких мелочей. Яркость. Да, тут IPS-экран. Но какая у него цветопередача? Как она настроена, цветопередача? Одному, я не знаю, Асеру известно. Вот. Да, он мощный. Но яркости, вот, например, мне недостаточно. Мало яркости. Хочется яркий, ярче экран. Очень мало яркости. Здесь на максимум, да? Да, здесь на максимум. Ну, блин, пятилетний макбук по экрану уделывает новые ноутбуки на винде. Ладно, я не буду. Я всё-таки действительно немножко предвзятно отношусь, потому что я являюсь поклонником. Ну, вот, смотрите, наблюдайте сами. То есть вы хотите работать с фотографиями, вам нужна мощь, вы получите мощь. Но к такому экрану нужно будет вам закупать монитор, хороший по цветопередаче. Иначе вы начнёте как дизайнер такую чудить, что ваши клиенты, ваши покупатели будут говорить, слушай, ты что мне там скорректировал, что за цветокоррекция, что вообще за дизайн там, или там, почему нет насыщенности. То есть с таким монитором уже информация недостоверна. Вот. У макбука всё-таки это лучше. Вот даже у пятилетнего макбука это лучше. Но здесь мощи побольше будет. Но здесь нет macOS. Если сюда можно установить винду официальное, то здесь macOS, что, хакин тоже вы будете устанавливать? Вот эти вот костыли, ну, есть ли смысл? Сейчас очень быстро идут технологии. Нужно брать продукт, который через год, через два не так сильно упадёт в цене. И когда вы купили, вы захотите, к примеру, через год, через два продать, и вы сможете продать. Вот этот ноутбук 5 лет я смогу продать. Вот этот я сегодня выставлю, его не будут покупать. С 90 тысяч его рублей не купят. За 80 не купят. За 70 не купят. За полтинник его надо будет умудриться продать. И это, вот это вот расстраивает. Вот это вот расстраивает. Потому что они вроде как бы недооценённые, но вот есть определённые моменты. Но всё-таки среди компьютеров в макбуке, я считаю, пока для меня, для меня они остаются на первом месте. Ценники на современные макбуки переходят просто всё границу. Просто у кого-то там уже из Apple снесло крышу, и он думает, что если он будет выставлять ноутбуки от полумиллиона, их будут покупать. Нет, Apple, это большое заблуждение. Люди будут покупать старые поколения макбуков и будут просто довольны. И либо будут переходить на Windows ноутбуки, что я сейчас и делаю, людям советую. Потому что 13-дюймовый, например, макбук Pro из нового поколения 16-го, 17-го года, я бы сказал, не брать. Я вот сейчас прямо вам говорю, я не вижу смысла их брать. 18-го года тринашки, да, есть смысл, потому что там производительность выше. А вот 16-17-й год тринашку брать, я не понимаю, какой смысл. Если вам нужна мощь, вот возьмите тогда эту машину. Настроите, да, но будут шуметь кулеры, да, там монитор цветопередача не та. Выведите, купите другой монитор за эти деньги. Просто десяточку добавите, купите себе внешний IPS-монитор. Давайте IPS-монитор, десяточку. Ладно, найдете там, на вторичке, если что, найдете. Ну, то есть, есть много уже альтернатив. Apple, у вас, конечно, много фанатов, но давайте, пожалуйста, вы там не путайте между фанатами и фанатиками. Когда уже там крышку у головы снесло, и он там за любые деньги идет покупает. Нет, перебор. Даже с вашим iPhone XR, перебор с ценником. Потому что у вас, почему еще продажи падают, и они будут падать? Да потому что вы на iPhone XR, вы его все равно позиционируете как бюджетный. И вы выставляете его за ценник, хотя в прошлом году у вас премиальный iPhone столько стоил. А в следующем году что увидим? Бюджетный iPhone за 2 сотки? До свидос. И привет китайцы, все скажут. Вот и все. Поэтому с вами был Роман Ястреб. С уважением к вам, к вашему ноутбуку. Смотрите, выбирайте. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ну, а мы увидимся в следующем выпуске. Счастливо. Все-таки я бы выбрал все равно MacBook.